Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Майя Донцова и Маша Кахно радуются, что их парни Лёша Купин и Рома Гриценко подружились. Теперь ребята четвером проводят много времени вместе. Аида Бабаева выиграла поездку на подводном скутере. Она хотела взять на отдых Рому, но тот отказался и она пригласила Виталия Малышева. Саша Черно подружилась с Юлией Ефременковой. Она считает её самой близкой себе по духу на проекте. Черно обиделась на Иосифа Аганесяна за неудачную шутку. В недавнем эфире он отправлял Сашу мыться, потому что от неё воняет. Эту шутку не поняли ни зрители, ни сама Саша. Вера Курочка хочет сделать пластическую операцию, увеличить себе бюст. Лера Фрост простила Захара Соленко за измену, но на определенных условиях. Захар обещает не пить, провериться на наличие инфекций, а также показывать ей переписку в соцсетях. Лера выложила в сеть снимок, который подтверждает слухи о том, что она когда-то зарабатывала на жизнь экскортом. На фото она находится в компании известного сводника Петра Листермана. Он знакомит богатых и состоятельных мужчин с молодыми и красивыми девушками. Надя Ермакова приглашает всех на особенный кастинг, когда все одиночки Дома-2 приедут искать себе пару. Ксения Бородина похвасталась подарком от мужа Курбана Амарова, стоимость которого 200 тысяч рублей. Это кольцо она присмотрела в магазине, влюбилась в него, попросила продавца отложить, а когда вернулась, украшение оказалось продано. Ксения расстроилась, но потом выяснилось, что это кольцо тайком купил для нее муж и преподнес в торжественной обстановке. Ирина Александровна Агибалова принимала участие в шоу Бориса Кочевникова «Прямой эфир», и зрители не могли не заметить, насколько она постарела. Но, возможно, это просто неудачный кадр, когда свет падает неправильно. Такие снимки есть почти у всех. Вику романец и Антона Гусева сдали сотрудники ресторана, того самого, где они планируют отмечать свадьбу. Как многие думали, Антон и Вика просто хотят пропиариться и накрутить себе еще больше подписчиков в Инстаграм, поэтому и устраивают постановочные разборки. Оказывается, сотрудники заведения ничего не знают об отмене мероприятия. Более того, на днях Антон внес предоплату со своей карты. Кроме этого, мама Вики Романец не перестает общаться с будущим зятем. Она охотно лайкает фото в его микроблоге. Вика Боня опубликовала свои фото без фотошопа. Девушка утверждает, что в своей 37 с хвостиком она выглядит очень даже хорошо. Наталья Варвина стала крестной матерью своего племянника. Она подарила крестнику кроватку с балдахином. Правда, пост с информацией о рождении малыша сопровождает ссылка на магазин товаров для детей. Так что Варвина неплохо заработала на крестнике. Анна Бузова уже давно не публиковала снимки со своим мужем, и подписчики решили, что в ее семейной жизни наступил разлад. И чтобы не было пересудов, она опубликовала совместное фото с супругом. Анна и Константин сейчас отдыхают в Таиланде. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.